Рад вас их видеть, ежегодная конференция Build это мероприятие прежде всего для разработчиков. Для тех, кто особо не разбирается, в открывающей презентации, с которой начинается конференция Build, сотрудники Microsoft показывают, какие новые функции появятся в операционных системах и сервисах. В начале презентации Сатьяна Делла говорила о том, как технологии влияют на экономику различных стран, помогает ли это экономическому росту или нет. Цель Microsoft – позволить каждому человеку на земле добиться большего. Задача компании – раскрыть возможности каждого человека, позволив ему преобразовать мир. Основным девизом Microsoft является Cloud First, Mobile First. Я хочу пояснить, что мы имеем в виду, когда говорим, что такое мобильность первая и облачность первая. Для нас мобильность – это не распространение просто мобильных устройств, а единство человеческого опыта взаимодействия со всеми устройствами. Забегу немного вперед, за время всей вступительной презентации, Microsoft упоминали iOS и Android больше раз, чем свою собственную мобильную систему. Дальше пошел разговор про десктопную десятку. Windows 10 – самая быстрорастущая система, как среди обычных пользователей, так и среди корпоративных. Следующее крупное обновление выйдет уже этим летом и будет абсолютно бесплатно для всех Windows 10 пользователей. В новом обновлении Browser Edge будет поддерживать аутентификацию на сайтах с помощью сетчатки глаза и сканера отпечатков пальцев. Появится поддержка стилусов на системном уровне. При написании заметки в автоматическом режиме будет создано напоминание. С помощью стилуса можно будет прокладывать маршрут на картах. В Word с помощью стилуса уже можно будет редактировать документы. В Microsoft сделали специальный конвертер для старых приложений, чтобы превратить их в современные универсальные программы, которые уже можно будет продавать в магазине приложений, то есть в Windows Store. Но это еще не значит, что конвертированные приложения будут доступны и для мобильных устройств на Windows 10. С помощью этого конвертера можно переносить как игры, так и приложения. На презентации показали, как работает Ведьмак и Age of Empires в универсальном формате. На Windows 10 можно будет разрабатывать надевные приложения на все платформы с помощью языка C-Sharp. Далее разошла про Xbox One. Теперь абсолютно любую консоль, купленную в магазине, можно будет превратить в платформу для разработки. В летнем обновлении Xbox и Windows будут иметь общий магазин. Также появится поддержка картаны, функции воспроизведения музыки в фоне. Далее очень долго рассказывали о возможности HoloLens. Проще будет посмотреть один рекламный ролик. «Музыки» «Музыка» Далее пошел разговор о картане, она теперь появится на экране блокировки. Пока только речь идет о десктопной, ни слова не было сказано про мобильную версию. Картана теперь встроена Outlook, может следить за перепиской и сама создает события в календаре. В скайпе ждут большие изменения, новый интерфейс, функции видеосообщения, самое главное это интеграция с Картаной и появление скайп ботов, вот вам один из примеров работы. Значит закончу сейчас доклад и буду планировать следующую поездку. Пожалуйста заблокируйте мой календарь для кода с апреля 10 до апреля 12. Использую push-talk, потому что мне не хотелось набирать на клавиатуре. Обратите, что-то происходит, Картана имеет контекст из предыдущего чата с Горди Бонг. И даже на фонтре я просто указал даты, она уже знает, куда я поеду. Он сказал мне, что на кодес я делаю выступление. Теперь Картана думает вперед, следующие шаги по координации моей поездки. Она предлагает мне подключиться к WestinBot. Она знает, что обычно я останавливаюсь в отелях сети Westin. Смотрите, Картана пригласила бота в гостинице Westin в прямом разговоре. И весь контекст она ему передала. Мне не нужно повторять. Она знает, что я еду в дубле на эти даты. И все это экономит мне много времени усилий. Дальше предлагаемые номера. Я выбираю обычный номер. Подтверждение. И вот просто так, за два простых шага я смогла заблокировать свой календарь и зарезервировать номер в отеле. Также была анонсирована целая платформа для создания ботов не только для скайпа, но и для всех популярных мессенджеров. Много чего нового было показано, однако ни слова на вступительной презентации не было сказано про мобильную версию Windows 10 Mobile. Уже после самой презентации удалось выяснить, что функция контейнер будет поддерживать контроллер от Xbox One. Можно будет стримить контейнер на любой Windows 10 ПК. И пока на этом все.